В именах его и нарекут имя ему чудный советник, бог крепкий, отец вечности, князь мира. Осталось просмотреть последнее слово князь мира. Князь, то есть начальник. Могли написать и барон, и сиятельство, и дворянин, но не принято было в Израиле эти звания. И потреблять эти звания. И поэтому князь из княжеского рода везде, поэтому ко Христу это относятся. Пророк Исаия 53 глава 5 стих говорит так. Он князь мира. Вот какого мира? Мир, который нас окружает, в котором люди живут безбожные, тоже мир называется. А в данном-то случай, кто он, какого мира? И мирное отношение к кому-то, мирное состояние души тоже мир. Здесь речь идет о умиротворении, не о том мире, который вокруг нас бушует. Вот раньше, когда десятиричная эта буква И была, тут было проще. В одном случае ставилось десятиричное. Сразу можно было понять. А сегодня нет. В английском языке тут стоит ПИС. Это мир этот. А вот этот мир окружающий, ВИОЛТ, это совсем другое слово. Даже близко не похоже. Вселенная. Пророк говорит так. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Чтобы мы получили мир, он должен быть наказан и примирить нас с Богом. Наказание мира нашего было на нем. То есть мир куплен очень дорогой ценой. Для умиротворения Бог, Отец, отдал Сына Своего на казнь за грехи людей. Грех должен быть отчетен. Возмездие за грех – смерть. Некоторые богословы спорят с этим, как так, почему Бог должен такой жестокий быть. Все это слова, за которые придется отвечать. Раб, который не хотел работать, он говорил, я знал, ты злой, жестокий господин, жнешь Денисеев. Эти слова известны, от кого идут. Он является князем мира. Поэтому, как хозяин мира, он нам его дарует сам, потому что он есть мир наш. В книге Бытие, 49 глава, 10 стих, говорится о том, «И придите, примиритесь к Ему, к Ему придет покорность народов и мир». Это пророчество, сказанное о Христе в Иудином колене. От Его колена Он родится. И через Него народы примирятся с Богом Отцом. Прошли тысячелетия, когда наступило вот это рождение, князя мира. Почему ангелы воспели? Слава Вышнюю Богу, а на земле мир. На земле война, убийство. Там мир, где Христос. Что дает нам Господь? В первую очередь, Он дает нам мир, любовь, спокойствие, душевное успокоение, примирение с Богом Отцом. Евангелие от Матфея, 5 глава, 24 стих. Вводит нечто необычное в этот мир. Чтобы у нас был мир, нужно найти врага, уничтожить его. И тогда наступит мир. А Господь по-другому говорит. Враг голоден, накорми его. И если ты вспомнишь, что тебя кто-то имеет, оставь дар твой. Пойди поклонись этому врагу, примирись с ним. Потому что князь мира посылает туда. Приобрети его. В послании к Римамам, 1 глава, 31 стих. Стих говорит так, что люди, неверующие, безрассудны, непримиримы. Человек непримиримый не подчиняется князю мира Христу. Нужно научиться примирять целико. Обида, какая есть, приди, разреши, поклонись. Да возьми часть на себя. Не лучше ли вам остаться обиженными, апостол Павел говорит. Это все пройдет короткое время и даже нигде не вспомнится, что была обида. Римлянам, 5 глава, 10 стих. Мы примирились с Богом, смертью сына его. Примирившись, спасемся теперь жизнью его. Здесь уже никак нельзя перетолковать. Мы примирились с отцом, смертью сына его. 2 Коринфянам, 5 глава, 18 стих. Он нас примирил с собою и отдал нам служение примирения. Примирил князь с миром, назвал нас своими детьми и дал нам служение примирения. Уметь мирить людей. Не знаю, приходилось ли вам кого-то мирить. Это дело очень непростое. Если нет никакой субординации, даже самый маленький не подчинится старшему. Он считает, что он прав. А у того много доказательств. Нужно вычленить по закону Божьему, где доступает эта вина. Когда начинаешь разговаривать с человеком, он никак не может говорить, ну я же прав. Ты не прав. Потому что ты, я говорю, была женщина. Ты в этот момент, когда с мужем спорила, была женщина, да. И женой его была, да, уже не права. Речь идет об установлении какой-то даты, дня, когда на свадьбу назначить. Зачем ты спорила? Так он никого не слушает. Это его право. Он подчиняется только Христу. Ты не права в том, что уже прикословила. Жена доучится в безмолвии. Вот оттуда ошибку начали считать. А что ты правильно высчитала, умнее рассудила, предут родственники, это никакого значения не имеет. Ты перешла грань. Вот здесь твоя вина и полностью ты виновата уже. Они никак этого не ждали. Ко мне неоднократно обращались люди. Вот у нас был тут один, торговал на базаре. Они ему помощниками помогают торговать, хорошо зарабатывают. Но он сразу берет под расписку. Будете когда самостоятельно научиться торговать, на мой базар не ходите. Ищите там крытый рынок, на новый, а на старый не ходите. Это моя сфера деятельности. У меня тут свои клиенты. Они как-то копирились, свое производство начинают. А он говорит, ну мы же договорились. А оба члена нашей общины ко мне приходят. И начинают рассказывать. И знают, что я все равно скажу так, как есть. Ты прав. Он не имеет права накладывать на вас. Но ты дал слово. Это превыше всего. Бог на небе, а ты на земле. Так у меня тогда ничего не получится. Зачем же ты давал слово? Да я же не знал, что так будет. Но вот на этом незнании должен отступиться и пойти на другой базар. Слово данное держи. Иначе написано, Бог разрушит до основания дело твое. Ты дал слово. Теперь только поклонись, извини, что ты сюда зря шел, мой порог еще и стирал. Я еще за это высчитать должен себя. Ты не прав. И на этом все. Чтобы быть миротворцем, нужно приготовиться, чтобы миротворцы часто бьют. Вот какое дело. Как бы ты ни мирил их, а все равно одному ты не угодишь, потому что их же двое. Обязательно. Приходилось иногда просто отойти в сторону и с ними даже не разговаривать. Итак, Господь примирил нас с Собою. Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя прежней грехи. И как бы сам Бог увещевает вас. От имени Христова просим, примиритесь с Богом. Через нас, как бы сам Бог, князь мира, просит людей, примиритесь с Богом. Я коротко напомню, что мир существует трех видов, трех категорий. Первый мир – это примириться с Богом. Здесь принесена жертва Иисуса Христа. Он примирил с Отцом Небесным. Второй мир друг с другом. Здесь заповедь Христова, что мы братья. Надо примириться. Возьми счастье вины на себя. Лучше останься в ущербе, обиженный. И третий мир – это с самим Собою. Ну все есть. Довольны. Мира никакого нет. Я говорю, у тебя что, врагов? Да никого нет. Я жить не хочу. Вот настолько все неприятно. А богатство не сосчитать. Смотришь, человека того уже нет. Мира внутреннего нет. А где мир великий? 118-й столом, 165-й стих. Говорит, велик мир у любящих Бога. И нет им преткновения. Кто любит Бога, он на все эти бури смотрит, как на временные явления, которые только нас закаляют. Послание Кефисиана, 2-я глава, 14-й стих. Павел говорит, он есть мир наш. Он мир наш. Павел знал, что он является князем мира. Нам легко мириться. Почему? Христос к этому призывает. Я бы тебя никогда не простил, прямо говорю. За твои обиды какие-то мне нет. Но ради Христа я прошу у тебя прощения. 2-я глава, 165-й стих. Мы примирены с собой и все. Ибо через него кровью Креста его примирено и земное и небесное. Мы примирены с ангелами, с чурубимами. Они на нас не враждуют. Они на нас смотрят другими глазами. Не ополчаются, а видят, что мы омыты кровью Креста. Сроднились с ним. Мы совершенно не те, какие были там, враждебные Богу. Ангелы смотрят на нас, как на сотрудников в деле Божьем. В посланиях Колоссяна в апостол Павел 1,27 снова повторяет. И примирил нас в плоти тела Его, смертью Его. Наш мир на теле Христовом. Согласно с пророком Исаием. В плоти тела Его. Мы виновны, а был наказан Христос. Мы должны были пролить кровь, проливает Христос. Мы примирены в плоти тела Его. Почему и просим прости Христа ради. В обыденной-то жизни мы слова повторяем, только не задумывайся. Почему? Потому что за наши проступки умер Христос. Я прошу Господи, прости меня. Положи Ему на сердце меня простить. Он князь мира. Во втором послании, в книге Маковейской, 8,29, говорится о том, как израильтяне получили победу. И стали искать причину. Терпели поражение, вдруг победа. Почему? Значит, у нас теперь мир с Богом. Не с врагами, а на нас Бог уже смотрит другими глазами. И они так усвидели общественную молитву. Нашлись, наверное, богословы какие-то. И умоляли милосердного Господа совершенно примириться с рабами Своими. То есть перемирие наступило, и об этом надо молиться. Господи, будь с нами в мире, не враждуй против нас. Мы такие немышленные, такие слабые. Ну, ты видишь, как глупые дети. Ну, ни на чем спотыкаемся, соблазняемся, как попало время тратим. Слово мир встречается в Библии 533 раза. Ну, нам мало этого. Евангелие от Луки 2.14, так же, как в Псалме 24, говорится о мире, пришедшем на землю. Солом 84, 9. Он скажет мир народу своему. Откуда было знать Давиду, проведшему всю жизнь в войнах? По сегодняшним меркам Давид был бы полновесный, четырежды герой Израиля, генералиссимус. Ни одного поражения за всю жизнь. Это звание дается военным, которые вели войны постоянно и ни разу не потерпели поражение. Таких всего четыре человека на земле. Ну, в начале, в 18 веке присваиваете это звание. Ну, а я дальше-то на нас смотрю и думаю, это звание можно было присвоить Моисею, Иисусу на вину. Ни одного поражения не потерпел. Самсон-то потерпел поражение, а эти нет. Итак, он скажет мир народу своему. Солом 121, 7 стих. Да будет мир в стенах твоих. Давид молился о Верусалиме. Хорошо бы нам иногда помнить, что мы живем в Барнауле, и чтобы в стенах, в окраинах, всюду здесь был мир. Чтобы милиция не разбойничала, правильно задерживала преступников, чтобы суды решали правильно, не за взятки. Вот об этом молиться, и Господь, может быть, что-то начнет делать, потому что ничего нельзя сделать. Псалом 147, 3 стих. Утверждает в пределах твоих мир. То есть он утверждает, мы в этой... И тогда молился он, мир на Израиле, а мы скажем, мир на Россию. 127 стих, Псалом 6 стих. Матфей 10, 12. Входя в дом, приветствуйте, говоря, мир вам. Опять. Не здорово живите, как старообрядцы говорят, а мир вам. Почему? Он князь мира. Младенец родился нам, сын дан нам. И нарекут имя ему, нарекут по делам его. Он мир наш. И он приучает нас, мир, шагнул только через порог. Три поклона положил, ты это еще раз не раскрывал. И первое слово, мир вам. Мир дому сему. Евангелие Марк 9, 50. Имейте соль и имейте мир между собою. Значит, какие бы мы не были мудрые, какие бы слова наши хорошие не были, но тянуть надо к одному боку, к миру. Мир дороже всего. Лука 24, 36. Воскресший Христос является к ученикам и стал посреди их и говорит, мир вам. Родился? Мир на земле. Воскрес? Мир вам. Посылает учеников в мир. Ну, ясно, что он князь мира. На каждом шагу мы находим. 16, 33. Господь говорит, чтобы вы имели мир, во мне. Деяние 10, 36. Повествует Стефан по Моисею, когда некоторые из них дрались, он склонял их к миру. Вокруг нас дерутся, особенно в семьях, родителей с детьми на работе. И он склонял их к миру и говорил, мы братья. О чем нам воевать даже с той патриархией? Мы же с ней не воюем. Мы призываем к миру. Перемириться с Богом. Принести покаяние, сотрудничество с мирской властью. Что скрыли Слово Божие. Имя Божье скрыли. Мы вот к чему призываем. Деяние 10, 36. Он послал им мир в честь Иисуса Христа. Деяние 12, 20. Пришли некие люди. Я взял пример для себя. И просили мира у Ирода, потому что они питались от него. Как нам не просить у Христа мира, если мы питаемся от него? Если у Ирода просили, заискивали через постельничьего власта, старались как-то зайти через секретаря, поближе к нему, чтобы какие-то льготы, социальное обеспечение, пенсии повысили, по-нашему сказать. У Ирода. Мы к Иродам-то идем куда? А к Господу надо в первую очередь. Я иду, Господи, к Тебе. Ты князь мира. Ну, подействуй на этого Ирода. Чтобы он маленько как-то хоть хлеба-то со своего стола бросил сам. Яков, 2 глава, 16 стих. Ищите мир, стремись к нему. Яков, 3, 18. Плод правды в мире сеется у тех, которые хранят мир. Когда мир будем хранить, беречь, тогда будет сеяться и плод правды, рассуждая в обратном положении. Если мира нет, никакой правды не будет. Кто обращается к нам за разрешением какого-то вопроса, всегда нужно смотреть, какой путь к миру. Любой конфликт можно разрешить мирным путем. С Чечнёй даже делать нечего разрешить можно. Очень даже просто. Сегодня мы могли бы вывезти войска к границу вокруг, как иностранные государства. Ну, всё, просто вычленно идти. Вот зачем они нам мусульмане? То, что говорил Александр Исаевич. Только это и сделать. И эти бы тысячи солдат были живы, молодёжь бы там не была покалечена. Это иное государство, его завоевали насильно. Они не хотят, у них другая вера. Ну, и дайте им свободу. Почему же Грузии дали, а им не дали? Туркмении дали, а им не дали. Им тоже непонятно. А им вспоминать доброго нечем. Полная депортация была. Сколько они потеряли. Для людей, у которых миллиона жителей нет, потеря в сто тысяч, это катастрофа. Понятно, как они нас смотрят. Тем более, ещё образ жизни наш видят. По сравнению с мусульманцем-то, мы никто, просто негодяи. Явились туда и всё. В первом послании Пётр 1-2 говорит так. Благословение и мир до привода с вами. В первом послании Пётр 1-11. Ищите мир и стремись к нему. Прямое приказание следовать за князя мира. Пётр 10-15. Как прекрасны ноги благовествующих мир. Мы говорим, благовествует на первом месте. А вопрос остается, что он благовествует? Мир. Наши ходят по квартирам, кто встречается, и всегда говорите, кто здесь живёт? Мы мир вам принесли. Война с Богом окончена. Можете примириться. Римлянам 15-33. Бог же мира, да будет со всеми вами. И к евреям 7-2. Он есть царь мира. К евреям 3-я глава 11-й стих. Он вложил мир в сердца наши. Он зовёт примирение. То есть согласно Ветхого и Нового Завета мы находим абсолютно точное подтверждение, что наш Христос, рождённый Богомладенец, является хозяином мира, творцом мира, князем мира. И уходя отсюда сегодня, мы помолимся, чтобы этот князь мира даровал нам вечный мир с ним, примирил наших дорогих родственников, которые ещё не знают его, которые тоскуют вдали от него, что правители наши стремились к миру. Священники примиряли людей с Богом не через свои кадила, не через зоопокойные молитвы, а через благовестие мира в Иисусе Христе Господе нашем. Ему слава вовеки. Аминь.